Все более неспокойно становятся оккупантом на украинском юге. В Запорожской области складывается иногда такое ощущение, что они готовятся, если не к бегству, то к глухой обороне, это точно. Обсудим то, что происходит, в частности, в Запорожской и Херсонской областях, с Иваном Федоровым, городской голова Мелитополя, с нами на связи. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, в Запорожской области, что сейчас происходит? Это информация о том, что окапываются оккупанты, подтверждается? Ну, к сожалению, не только окапываются. Что касается окопов, укрытий, то как минимум три полноценных, а скорее четыре линии обороны выстроены на Запорожской линии фронта. От линии боевых действий до непосредственно города Мелитополя и еще несколько до Крыма. И, к сожалению, некоторые из них достаточно хорошо укреплены из бетонных конструкций, из деревянных конструкций. Поэтому, к сожалению, сегодня они построены. Но, с другой стороны, мы четко понимаем, что у наших вооруженных сил совершенно иные планы на эти линии обороны для того, чтобы больше врагов там оставить в этих линиях обороны и закапывать. Но, к сожалению, последние несколько недель наши жители, которые остались во временной оккупации и наблюдают массированное минирование полей, массированное минирование наших территорий временно оккупированной Запорожской области. Массово они проходят на востоке Запорожской области и на западе. Например, по линии от Нарагадара до Палок массово минируются поля и массово минируются все части нашей земли. Поэтому точно, к сожалению, готовятся к обороне. И сегодня рано говорить о том, что кто-то из них побежал. Невзирая на то, что паника среди оккупантов, она нарастает и действительно есть очень сильная. Как подтверждение того, что готовятся к обороне, у них со вчерашнего дня началась очередная конкуренция между собой. А именно, если в ноябре месяце прошлого года мы говорили о том, что Гауляйтер Балельский начал собирать свой добровольский батальон судоплатов, в который не пошел ни один доброволец, а пришлось привозить людей из континентальной России и даже наемников, которые находятся в международном розыске из Сербии. То со вчерашнего дня начали формировать еще один добровольский батальон, добровольский казачий батальон. Но его теперь собирает Гауляйтер, который приехал с России, Андрей Житков, который непосредственно руководит, как он себя называет, он руководитель УВД в Запорожской области. Конечно же, оккупированного УВД и, конечно же, фейковой Запорожской области, которую создали оккупанты. Но, тем не менее, пытаются создать еще один добровольский батальон, который будет направлен на оборону как Запорожской, так и Херсонской области. То есть, сегодня вы абсолютно правы, они готовятся к обороне и готовятся защищать то, что они оккупировали. Но уверен, что ничего у них не выйдет благодаря нашим героическим вооруженным силам Украины. Иванов, скажите, четыре линии обороны, которые они роют, фактически могилы в четыре ряда себе роют, скажите, для этих работ привлекают гражданских, возможно, заставляют работать, или мотивируют деньгами, или это какие-то зарабетчане, была информация, что со Средней Азии едут для того, чтобы эти окопы рыть, или крымчане, возможно, об этом тоже говорили. Кто проводит эти работы? Спасибо вам за вопрос. В первую очередь проводили работу сами военные, российские, которые и копали данные окопы. После этого действительно массово мы сообщали о том, что объявления в соцсетях, в мессенджерах о том, что они пытались найти наших жителей, которые бы участвовали в строительстве данных оборонных сооружений. Крайне сложно, если согласились с той единицей, но о которых нам тоже мало что известно. Массово, конечно же, наши жители отказываются от участия в не только военных действиях в добровольских батальонах, но и в строительстве, конечно же, фортификационных сооружений. Поэтому в большинстве случаев они привозили гастарбайтеров. И даже, я думаю, стоит напомнить, что были случаи, когда гастарбайтеры устраивали митинг потом в Москве за то, что им за эту работу не оплатили заработную плату, которую высочезную обещали. А также есть примеры, когда гастарбайтеров после того, как они рыли окопы и строили фортификационные сооружения для русских, их ставили под ружье, давали в руки автомат и садили в эти окопы непосредственно уже воевать. Об этом свидетельствует то, что оппозиционные журналисты, которые еще единицы остались на территории РФ, общались с родственниками данных гастарбайтеров, которые непосредственно и сообщали о таких случаях. А что сейчас происходит с фильтрацией гражданского населения? Ведь известно, что оккупанты очень жестко реагируют практически на все, да? То есть очень сильно прессуют, извините за жаргон, украинских граждан, которые остались на оккупационных территориях оккупированы. Фильтрация усиливается, давление на жителей усиливается. Также мы видим это по нескольким тенденциям. Первое. За последние дни увеличилась очередь на пункте пропуска в Ченгаре. Жители как хотят покинуть Крым, так и хотят покинуть временно оккупированную территорию через Крым. Но они могут на блокпосту провести от часа до суток времени, потому что там в клетке проверяют всех, проверяют всех телефонов и обыскивают. Что касается фильтрации непосредственно в самих населенных пунктах, тут явным примером будет, хорошим примером будет Токмак. То, как на въезде в город обыскивают машины, обыскивают людей и, что важно, проверяют паспорта и без паспорта Эрефи могут просто не пустить в город. И заканчивая тем, что по Токмаку запретили ездить таксистам из-за того, что потенциально они могут сдавать локации по расположению вражеских войск и нахождению вражеской техники. Ну и, конечно же, заканчивая тем прессингом, который происходит в целом в части паспортизации, это тоже определенный вид фильтрации, потому что через паспортизацию собираются личные данные, через паспортизацию людей приобщают к тому преступлению, которое сделал враг. И, как пример, с 1 апреля запрещена выдача оккупационной власти бесплатных лекарств для хронических больных тем, кто не имеет паспорта Эрефи. Например, если ты больной с сахарным диабетом, тебе нужен постоянный прием инсулина, сегодня враг ставит выбор. Либо платишь деньги, либо получаешь российский паспорт. Но все должны понимать следующее. За год у жителей временно оккупированных территорий почти закончились сбережения, а у многих давно закончились сбережения. Поэтому сегодня покупать медикаменты, как и продукты, просто не за что. Поэтому сегодня враг, можно сказать, ставит перед выбором. Либо жизнь, либо российский паспорт. Кстати, вот по поводу работы и по поводу сбережений. Какая сейчас ситуация именно с рабочими местами, с возможностью заработать деньги и выжить у местного населения? Каким образом это происходит? Где есть работа? Понятно, что гривна не доходит туда, возможно, только пенсионная какая-то история. То есть получают зарплаты в рублях. Как вот с этим обстоит ситуация? Спасибо за вопрос. Первое. Государство Украина выполняет все свои социальные обязательства перед жителями, в том числе оккупированных территорий. Всем выплачиваются пенсии. Всем, кто не сколлаборировал, выплачиваются заработные оплаты, выплачиваются социальные пособия, льготы и так далее. Вы абсолютно правы, когда говорите, что гривна туда не доходит. Скорее, тяжело доходит. Для того, чтобы проводить расчеты в гривне, необходимо конвертировать ее в оккупационный рубль. И действительно, это очень сложно. Что касается рабочих мест, конечно же, их нет. Никакие производства толком не работают. Только для картинки могут оккупанты какие-то производства там поснимать, ни больше, ни меньше. Но точно, в целом, они не работоспособны и не работают. Также мы понимаем, что перспективы развития у оккупированного города ее никакой. Мы видели с вами, во что превратил враг Донецк, Луганск с 2014 года, какая ситуация происходила в Крыму после 2014 года. Когда непонятна перспектива развития, никто никакие производства не запускает и не открывает. Не говоря уже о том, что все логистические цепочки поломаны. Резюмируя ответ, сегодня работы почти нет. Люди не живут, а выживают. И выживают они действительно в тюрьме, в плену у врага России. Иван, спасибо, что держите нас в курсе. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, был с нами на связи. Спасибо огромное. Спасибо.